В этом выпуске наших видео обзоров мы познакомим вас с моделью производителя Armada Hobby. Венгерский производитель делает исключительно модели в 72 масштабе. В данной коробке находится модель ZIL-135, ураган, машина перезарядки передвижной пусковой ракетной установки, ураган. Значит, артикул ее 72Е72023, написано, что это смоляная модель с частями из фототравления. Вот такая вот большая коробка. Первая серия этих моделей паковалась в маленькие, в тонкие коробки. Но, к сожалению, или к счастью, производитель вовремя понял, что для сохранности лучше в большую, потому что все-таки модель большая. И вот последующие партии пакуются, по крайней мере сейчас, пока вот в такие большие коробки. Сейчас мы с вами ее аккуратно откроем, не так просто сделать. Как оказалось, достаточно плотненько она прилегает. Так. Ух ты, ё-моё. Не закрыто. Так. Ну вот, открыли. Открываем. Да, и видим, что много пенопласта, что очень хорошо. И, соответственно, внутри лежит у нас сама модель. Вот. Большая коробка, по крайней мере, дает основание полагать, что при расплакировке у вас там, ну, в маленькой, ломались детали. Ну, все-таки, модель-то не маленькая, получается, на выходе. Так, вот оно, это счастье. Также внутри две платы фотоотравления и инструкция. Начнем мы с инструкции. Вот она на таком листе А4. Соответственно, в 3D даны все детали, данных номера. Дальше на развороте мы видим порядок сборки шасси. Вот такая получается машина, очень симпатичная. Ну, и далее уже непосредственно идет сборка конкретно этой версии, да, погрузчика. Транспортные машины, которые перевозят ракеты для того, чтобы заряжать пусковую ракетную установку «Ураган». Вот, вот, фотоотравление, оно для всех машин, вот эта платка, я так понимаю, одинаковая. Вот мы видим, что сюда входит. Вот, и вот еще такая маленькая платка, которая относится непосредственно вот к этой версии машины. Так, с фотоотравлением мы с вами разобрались. Теперь переходим к смоляным деталям. Деталей, как вы видите, достаточно много. Вот, отлиты они из пластика светло-зеленого и серого цвета. Сразу, так сказать, предупрежу, и я это говорил уже неоднократно, когда мы рассказывали о моделях этого производителя, предупрежу о том, что цвет смолы может быть совершенно разный. Мы это видим, мы уже несколько лет делаем обзоры модели этого производителя и видим, что меняется все-таки и качество смолы, и сам цвет смолы, и качество отливок от серии к серии. То есть, тут, тут, как бы, сегодня пришли такие, там, на следующий месяц могут прийти совершенно другие. Поэтому, если вы в обзоре видите вот такую смолу, не факт, что вы получите там модель, которая будет, допустим, вот эта деталь может быть и серой, там, не знаю, полностью зеленой смолой, белой смолой, не знаю, любой может быть. Вот, поэтому не страшно. И это, в общем-то, да, не страшно, весь вопрос, как паралита будет. Ну, вот, смотрите, кабина, да, вот такая кабина. Я уже, кстати говоря, по-моему, год назад делал обзоры самых первых машин на этой базе. Они у нас есть на видео, можете посмотреть, соответственно, как вот раньше это все выглядело. Вот, кабина. Естественно, удаляется облой вот здесь, вот, раскрывается, да, вся эта история. Вот, потом непосредственно большая плоская деталь, на которой, ну, платформа, да, она может из-за того, что большая, на некоторых моделях ее может немножко повести, то есть там кривовато быть. В горячую воду опускаете, распрямляете, ну, срезаете с литника, потом распрямляете. Любые смоляные детали исправляются так. И вот сейчас вышла энциклопедия Миг Жемена, Самов Миг, да, который статьи по сборке бронитарниковой техники на русском языке. Ну, она на нескольких языках издается, ну, в том числе и на русском. И вот там в первом томе как раз описано про работу с смолой. И в том числе и про то, как ее клеить, и как шкурить какие-то артефакты. Потому что при отливках бывают пузыри, там какие-то недоливы. Вот как исправлять как раз проблемы, связанные с кривизной, там некоторых деталей, очень легко. И тоже написано, что ничего страшного, там не обращайте внимания, все это легко устраняется. Вот ракеты. Это я к тому, что, в общем-то, не надо этого бояться, все легко делается, как бы. Чем вспоминены, значит, модели отличаются от моделей пластиковых. Ну, в первую очередь, как бы, чтобы клеить смоляные модели, нужно иметь некий опыт работы вообще с моделями, да, в моделизме. Не надо, сломя голову, бросаться сразу же, собирать смоляные модели. Только потому, что они, ну, в смоле часто делают то, чего не делают в пластике. Да, всякие, всякие, всякие такие вот, скажем, редкие интересные вещи. И начинающий моделист иногда видит, такая машинка классная, вот хочу такую иметь, пластики никто не делает. Покупает смолу, значит, обзоры не почитав и не посмотрев. Бросается, пытается склеивать, что-то не получается, бросает, и потом говорит всем, да нет, смола это, фу, я не буду, это тяжело и так далее. На самом деле, это просто отсутствие опыта, а через какое-то время, значит, люди приходят к тому, что никаких трудностей с смолой нет и нравится. Вот я, ну, наверное, ну, очень большое количество моделей из смолы собрал. Хочу сказать, что, ну, как-то вот собирать пластик, смолу, для меня там большой какой-то разницы нет. Вот, даже наоборот, интересно там получить какую-то модель, которая редко у кого-то, значит, в коллекции имеется. Но есть свои нюансы, надо, конечно, их понимать и не бояться, главное, и практиковаться. Да, относительно нюансов. Вот мы видим большое-большое количество ракет. Вот, соответственно, показывать я, ну, покажу одну. Ну, тоже, видите, немножко, немножко она там, как бы, не идеально, а ровная. Опять же, снимаете с литника и под горячей водой распрямляете. Вот. Могут быть какие-то артефакты, да, вот, не буду я их пересчитывать и сравнивать с инструкцией, но иногда бывает, что вот есть вот такие вот, видите, обломан кончик. Может быть, где-то здесь валяется, а может быть, производитель положил больше ракет, чем надо, да, вот, в набор, потому что вот есть такие вот проблемы. Вот. Чтобы, чтобы у вас был выбор, да, где-то носика нет, где-то попки, вы склеите, что нужно из этих частей. Ну, такое случается, да, это всё-таки не заводское. Литьё, надо понимать, что это а-ля гаражкит, поэтому, собственно, к этому относиться совершенно спокойно и нормально. Требовать великолепного качества, ну, к сожалению, тут не придётся. Вот есть, вот мы видим три детали, да, на правой. Вот, видите, тоже, как бы, есть там небольшой сколик, ну, тоже шпаклёвку в руки. Вот, и вперёд устанавливать. Не надо, ещё раз говорю, этого всего бояться. Даже в обычной пластиковой модели мы всё равно шпаклюем швы, потом восстанавливаем расшивку, да, если её приходится снимать. Вот, и как-то здесь, в принципе, всё то же самое. Аккуратненько, потихонечку. Ну, смола позволяет пролить очень хорошо, часто такие тонкие-тонкие детали, что до недавнего времени было проблематично в пластике. Но сейчас уже технологии на месте не стоят, и с пластика делают отличные детали. Вот, вот, крылья, вот, облой везде надо снимать, это тоже нормально. Вот, колёса. Вот здесь, видите, был литничек, ну, это ставится вниз, сошкуривается. Ну, чё, опять же, в этом такого страшного не... Вот. Так. Вообще, конечно, неплохо будет смотреться, по всей видимости, заряжающая машина. Ну, можно же сделать процесс загрузки, да, купить две модели. Одну непосредственно в боевую установку, другую заряжающую. Есть много фотографий, где, значит, перезаряжают. То есть, стоит рядом две машины. Вот, и из этой, из заряжающей в пусковую ракетную, перегружают снаряды. Ну, вот, соответственно, такое интересное получается, такая диорама. Вот. Вот, я уже показывал, это тоже показывал. Вот это, по всей видимости, наверное, часть кабины. Хотя, я могу... Может быть, нижняя часть. Упс. Ну, хорошо, не потерял. Вот, видите, вроде бы как двигателя. Часть снизу, наверное, не устанавливается, как мне показалось. Передние крылья. Баранка. Сиденья. Ну, и вот еще кое-какая молочевочка. Ребёдка. Ну, что хочется резюмировать. Собственно, мы практически закончили уже показывать вам детали. Отрезюмировать хочется следующее. То есть, если у вас есть желание получить в своей коллекции интересную и редкую модель такого знакового автомобиля. Кстати говоря, белка раундов достаточно много. И, по-моему, в Санкт-Петербурге, в Вальтерийском музее она стоит. Можно найти фотографии или съездить посмотреть, фотографировать. Вот. Если есть желание получить редкую модель, то можете купить, её собрать. Получается очень интересно. Хорошо смотрится. Основные все детали неплохо переданы. Каких-то фатальных артефактов я на ней не нашёл. Приложить руки, безусловно, придётся в 100%. Придётся всё равно над ней поработать серьёзно. Но, в итоге, у вас выйдет замечательная модель, к которой альтернативной сегодня, вот от начала 2017 года, не существует вообще. То есть, никто совершенно её больше не делает. Не знаю, будет ли или не будет. Но, по крайней мере, сейчас пока других вариантов нет. Поэтому, не бойтесь, если у вас есть какой-то минимальный опыт работы со смолой, берите потихонечку, начинайте собирать. Я думаю, что при должном усердии у вас всё получится. Благодарю за внимание. С вами был ScaleFan. До новых встреч, новых обзоров.